Наталья родом из Полдневой. Ее дочь Ольга, хоть и живет в Полевском, но в местечко своего детства приезжает часто. В Полдневой хорошо. Но вот уже который год подряд проблемы с водой делают сельскую жизнь невыносимой. У нас возникла такая проблема с водой. Проблема Полдневой – это вода не работает. Это не только у нас возникла проблема. Ни одна колонка в селе не работает, и никто этим не занимается. Некоторые заезжие пытаются упрекнуть местных. Говорят, что колонки надо бы утеплять, защищать от морозов. Я должен закрывать их. Их вначале отремонтировать надо. Наша колонка вот так. По Свердлово. По Свердлово. Четвертую зиму. Она до этого работала как часы, не мёртла. Всё было. Четвертый год. Она лопнула. Три года просили, чтобы её... Сменили. Вот в этом... В 17-м году заменили её. Она очень, ну прям, идеально проработала. Зимой опять. Видно там в трассе. Потому что... Она в конце февраля где-то там кто-то пытался сделать. По пояс вода там. Вода замерзает. Словом, водоразборную колонку, которая находится около сельской администрации, уже не спасти. Вот и другая. Воды больше тоже не даёт. Я обязан каждый год зимой ездить на ключик за водой. У меня трое детей. У меня это как бы... Ни одна колонка не работает. Я уже приходил в администрацию нашу полдневой. Мне сказали, ждите, пока растает. Так однажды, отчаившись, одинокий Игорь Мустафаев придумал для себя дни физической нагрузки. Собирает в санитару и отправляется на полдневской ключик. Три часа ходьбы и четыре ведра на несколько дней. А вот мать четверых детей позволить себе такую роскошь не может. У неё выбор невелик. Либо проверить колонку у дома, либо пойти на единственную рабочую, на самую дальнюю. Входим то на ключик, то на соседнюю улицу. Так там и то колонка порой не работает. Говорят, недавно вы её хотели отогреть кипятком. Они отогревали, через два дня приехали, вообще её перекрыли. Почему? А я откуда знаю. Какая-то запчасть сломалась. Пять колонок полдневой находятся на обслуживании муниципальной компании ЖКХ Полевское. Глава территориального управления Елена Артемьева признаёт, что ситуация неприятная. Но пока нет возможности её поправить. Надо ждать. Оказывается, деньги на решение проблемы в городе появились. И глава поясняет, на чём сломались водоразборные колонки. Инжектора находятся у нас только в Ижевске, в Удмуртии. То есть туда перечислены деньги. Они будут закуплены. Ну, в размере, я не думаю, что на наших пять колонок по всему городскому округу там количество достаточное. И как только они придут, они нам обещают это всё исправить. Наверное, демонстрируя своё возмущение отсутствием рабочих колонок, народ тоже не торопится заключить договор с ресурсоснабжающей компанией. Из 1800 жителей села договоры имеют не более трёх десятков человек. Ольга Фролова, Константин Миронов. Новости. Твой день.